Это одна из историй о братьях наших меньших, а именно про героического кота, которому даже установлен памятник в городе Мурманск. Как это было? Прототипом для памятника из бронзы выступил реальный персонаж, принадлежащий семье Синишиных. Супружеская пара, возвращавшаяся с юга через Москву, потеряла любимого питомца в мегаполисе. Искать животные пытались, но оказалось, что Москва – город слишком большой для удачного поиска. А можете представить себе удивление хозяев, когда спустя почти 6,5 лет уставший, голодный, изможденный кот появился у них на пороге. Животное громко замяукало, а когда его пустили в дом, последовало к миске с едой и только уголив голод, уютно устроилось на телевизоре. Легендарный кот Семен прошел пешком около 2000 км. Таково расстояние между Мурманском и Москвой. Данное событие было обнародовано в 1994 году и про путешественника написала газета «Мурманский вестник». Позже кота даже сняли в короткометражном фильме. Приключения удивительного животного не оставили равнодушных микроспондентов, кинематографов и просто неравнодушных людей. До той степени, что на родине кота решили установить памятник в его честь. Сама идея создания скульптуры принадлежит репортеру Дмитрию Качалову. Журналист предложил властям обзавестись своеобразным символом города, наподобие чижикопузикас в городе Санкт-Петербург. Задумку поддержали, но с образом столицы Заполярья определились не сразу. Этузиасты предлагали отлить в бронзе мифическое божество Ктулху, мальчика, прилипшего языком к замерзшей горке, северного оленя, приготовленного по местному рецепту печень трески. Однако большинство горожан отдали свои голоса Семену. Мурманчане выбрали пакет памятник и даже частично оплатили его установку. Победу в конкурсе работ мастеров одержал проект Надежды Винюковой из города Москва, на основании которой отливали памятник коту Семену. Теперь же культура вызывает огромнейший интерес как у взрослых, так и у детей. Вот такая история.